и бред с вами это это продолжение наших путешествий за зерго мы уже в голде 2 лиги не обновляется то что конец сезона мы не серебром и гол 2 мы продолжаем подниматься а я собственно откаменчиваю и все рассказываю что я делаю кие решения принимаю где делаю ошибки где они да то есть я тоже делаю ошибки и мы можем проиграть не можем не проиграть мы проиграем я без тюку как так не допускать таких ошибок ну вот это часть серии собственно за зергов и если вы хотите чтобы она продолжалась обязательно оставляйте комментарии смотрите видео до конца оставляйте лайк вообще в целом там подписывайтесь на канальчик и все такое вот ну а мы сейчас начинаем игру против зерго вот в первой серии из этой серии я рассказал собственно что такое дерги в принципе что нужно делать какие есть билды во второй мы поднялись до золота 2 и сейчас мы пытаемся подняться выше естественно вот что мы сейчас будем делать ставить вторую базу мы играем против зерго значит второй верлог может идти в центр карты только поставили вторую базу одного рабочего на минерал 1 на газ одного еще на наш спаунинг пул по-русски умут рождения у них газ точнее наоборот продолжаем заказывать рабочих роли фонтами на газик управляем будут нам добывать газ вот играем против зерго если самое главное сейчас мы должны разведать что же происходит у него на второй базе что там такое вот мы встречаемся с овером одним из множества вот сейчас мы заказываем одного рабочего одного оверлорда делаем конечно же руками клавиатурой мышки контролем в этой части экрана и смотрим 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 на жизнь его хочу она должна почти быть готова она не готова совсем нас абсолютно не готова сразу заказываем пару лингов две королевы сразу заказываем скорость лингов и в принципе начинаем строить только лингов важно понимать что у нас сейчас экономика намного лучше чем у него да у нас принципе физически есть наличие второй базы который у него пока и быть не может вот поэтому наша сейчас единственная основная задача это физически вообще защититься потому что сейчас он агрессор да тот у кого экономика хуже тот агрессор нету смысла гнаться за овером я думаю там будет отсюда королева отсюда belling nest сразу же до 250 классический наш тайминг здесь можно поставить эту плетку немножко заказываем еще лингов и рингами можно уже двигаться вперед что скоро скорость выучиться тем мы естественно закажем пару оверов правим сюда пару лингов посражаться с его лингами а мы кидаем свою очередь инъекции и вот как когда мы ее на его части карты когда мы на его части карты мы можем начинать заказывать рабочих то есть это именно тот момент когда мы можем начинать заказывать рабочих берлингами попробуем взорвать ему рабочих чуть-чуть это дело получилось сделать вот соответственно мы заказали 6 рабочих сюда заказываем еще пачку лингов и опять пытаемся пойти на его часть картингсти видим вот здесь у него вторая база была возможно он просто хитрец мы узнаем сколько у него там рабочих если они и а их есть небольшое количество здесь в этот замес вступать не будем и немножко подержимся немножко сделаем еще лингов и парочку рабочих то есть наша идея очень-очень балансировать всю эту тему атаковать лингами лингов если нас больше здесь будут страшные кита лаги вот то есть видишь он заказался бейлингами заказываем еще рабочих взрываем бейлинга здесь нас по моему больше немножечко продолжаем заказывать лингов и принципе играть именно вот в эту игру где посмотри чувак нас может быть больше параллельно ставят наш свою третью и роуч варен вот видим что нет нас что-то становится не больше на соответственно нужно перегруппироваться нужно сделать защите бейлингов немножечко пошли передвигаться опять его сторону и потихоньку переходить в тараканов это более надежное оружие в конце концов мы переломливаем ход событий мутка мутка будет мутка это вот следующий транзишен сейчас в следующему по нём очень-очень хороший вот этот взрыв прорыв здесь кстати делается здесь то есть здесь есть layer уже мы тоже себе делаем layer а я раскачал себе третью только что но это абсолютно лишнее движение лучше заказать королев конечно же и кинуть скрип чтоб соединить мейны вот что я сейчас делаю слингами проверяю карту на наличие кикнуть скрытых вас чтобы понимать если что то что мне может прям угрожать если нет тогда мы идем его добивать соответственно вот у нас поступил заказик на муту соответственно все кто как хочет посмотреть именно в этой серии мутку сегодня ваш день вот как контролись против бейлингов примерно 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 да то есть от них мы во первых всегда убегаем отправляем на муви либо в атаку юнитов и shift внизу откликиваем парочку то есть вот так вот я shift клик сделал внизу соответственно это делаю несколько раз подряд они по одному бегут и в конце концов все бейлинги разменялись мягко говоря невыгодно то есть мягко говоря так они не очень выгодненько разменялись чё у нас здесь здесь у нас немножко лишние рабочие тусовались собираем сейчас сделать скорость и соответственно его дожать уже пора ему сдаваться это все будет в рейджер и риповский отсюда заканчивается делаем еще немножко линков караканов точнее этот танк что там по скорости скорость будет через 10 секунд по моему становимся широко и вот для вот эта вот точечка это то куда надо целиться как раз то что я говорил по поводу воздушных целей что это важный нюанс все мне кажется нас нас очень много да у нас тараканы вот мы даже по муте можем целиться благодаря нашей штучки вот развитие событий у нас очень похоже на прошлую игру какую-то из прошлых для соперник решил что самое время в муту выйти вот ну естественно тараканы сидят его здание намного быстрее и этот самый артем давай мута окей спасибо за поддержку себя будет муткам против масса бака не надо рампу закрывать против масса бакс ты сам играешь собаками криш это типа закрывается рампа против собак если ты не играешь собак соответственно эти нечем не кричит то есть ты там выходишь в этих бэйлингов не в бэйлингов а в тараканов у тебя нету времени еще планетарки с танками и торами в лейт-гейм юнитами к карате брудами зерги самое сложное зерги самолевка раз это то есть тела зерга нужно делать одно и то же когда ты делаешь одно и то же те намного проще это делать научиться суть не стоит забывать вот про вот этот великолепный аспект сыграй кони другой стады пока рейтинг не сам высок не знаешь по типу ну так это страты обсуждать то обсуждаем на действие на разных сад разных стат их не видно потому что вот они не нужны а то есть разные статы не нужны они не всегда полезны дропы через лордов вот новый игрок ныне если ты на себе страдает что нет хорошие все снимают ролики да потому что никто не снимает ролики вот а потому что тебя не хватает механики ты мало строишь рабочих в основном и все то есть это единственные причины оставаться на серебре вот мутка давайте сыграем страту вот сейчас мы сыграем страты как раз таки я объясню тему почему не стоит сильно пароваться в страты а стоит лучше учиться вот именно когда вы учитесь сигнает сначала стандартненько и плюс-минус под теме как мы делали все время в роликах соответственно сейчас сыграем в мутку и мутка во первых может выполнять какие-то функции во время игры для этого конечно стоит в нее сначала вот так вот поиграть понять когда она работает когда она не работает вот тогда во время игры потом вы сможете в нее выходить в стиле типа а вот сейчас идеальный момент поставить шпиль на например и все мы ставим шпиль чтобы выйти в муту и соответственно выходим муту вот здесь же мы сыграем пока что в абсолютный стандарт для начала но выйдем в муталисков по итогу вот выйдем муталисков токбаста сейчас делаем без 3 базы вместо этого мы ставим больше газов и начнем карасит соперника мутой ток потом поставим новую базу вот почему это делать не стоит а потому что игроки которые вот вы если это играете в серебре они часто будут возможно от хороших стран исполненных сразу же отлетать все мы видим что к нам побежали надо проверить если вот вообще хэчери хэчери есть соответственно нас будут прести возможно мы так и не увидим муталис посмотрим что пойдет то есть отсюда мы играем роль защитника уже сразу же вот но у нас есть замечательные оверлорд давим вот мута пойдет мы сейчас просто отменим скорость лингов продолжим добывать сделаем быстрее лэйр и поставим здесь стеночку из тараканника парочки зданий и потом мы эту стенку сможем открывать все очень удобненько вот самое главное сразу на муту добыть газ это не совсем ровная тема но суть такая же мы выходим 2 базы раскачиваем их и начинаем выходить муту лингов можно кстати снаружи оставить что они плетки помогали если что вот ну такая мута тоже мута мы поняли что против нас это был исключительно харасс вот как мута используется в любом случае это скорее мульти фланговая атака должна быть ни в коем случае нельзя муту использовать как основную армию это армия которая залетает сбоку заставляет соперника уйти куда-то сюда и мы в это время атакуем там другой стороны например вот так мута работает все другие способы особо не работают вот я щас аккуратненько достраиваю экономику смотрю сколько у нас получится притоку металлистов собрать мута риски они чем удобно что они стоят столько же газа сколько минерала соответственно обычно вот в районе пятой минуты если все ровно у нас хватает мы заказываем около 10 муталей но здесь нам не хватает час минеральной экономики немножко догоняет музыка загадать чуть-чуть под снимем рабочих вот мы за каждым 6 мута рисков вот и здесь у нас мута риски будут оборонными ребятами получается мы видим то есть на нас впервые идут тараканами сейчас кушать вот хорошо что по воздуху тараканы не стреляют вот мута рисками очень важно фокусить юнита вот и вот у нас армия из 10 муталей отсюда мы можем продолжать строить рабочих вот вопрос если чем час у него обороняться то не всегда происходит то есть мы можем все его здания здесь убивать и как гидроден параллельно заказывая на год на газ на газ мы заказываем гидру на газ мы заказываем муталей параллельно подстраиваем рабочих на базах параллельно делаем инъекции вот муталей самая главная фишка стоять там где муталей бить не могут стали тут возле газа можете атаковать супер прям кайф можно еще 4 муталя заказать то есть все из этой позиции их тяжело выбить если у него нету антивоздух а вот если ехать сложаться со спорками с плетками с туреками с фатонками муталейской не очень уже работают то есть факт того что мы заставили соперника уже во что-то вложиться против нас это уже хороший факт вот и таким образом мы по леске могут начать собираться и собираться и собираться кстати если мы убьем ул то по моему он не сможет строить больше никого в плане королев даже и спорки тоже он не сможет строить вот эти вот и муталейскими избегаем конфликта мы лучше будем отлетать куда-то подальше атаковать огромная группа естественно вот но металлистки не стоит забивать игру это не основная армия армия переходная исключительно вот мы сейчас всех рабочих убьем и будем мутить нашу переходную армию этого парня куда-нибудь сюда и переходная армия конечно же ракаши то есть как всегда вот где муталейске хороши они хороши где соперник чуть-чуть подхалявил то есть где соперник малеку хотя бы подхалявливает вот там муталей прям начинают работать тут подхалявил по-моему я не нормально я думаю не подхалявил пять этих человечков меня не уничтожит вот и все отправляемся дальше в атаку опять же он с одной базы сидит с двух регене цифр на регене цены мы чуть-чуть полечим дополнительно попробуем напасть на гидролизка вот и если мы решаем что а нам бы еще неплохо было бы вот это вот раз потенциала да именно тогда мы можем их достроить вот но это редкая ситуация на самом деле что редкая ситуация типа когда мы прямо давим 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 в принципе выстраиваем широко армию как я это рассказывал сейчас против широко по точнее широко поставленной армией изучим нету ли у него где-то скрытых баз продолжим достраивать юнитов вот и вот этой группировкой уже будем атаковать конечно же поехали посмотрим что тут дела собираемся такую кучку для этого надо кликать внутрь внутрь наших мотолей приходит гидра мы уходим посмотрим что тут у него как дела газ какой-то добывает вот виска в том что мы сейчас поздрав гидра лесков сюда нападаем караканами с этой стороны вес на его гидра лески спускаются мы убегаем тараканами в это время нападаем опять гидра лесками поймут алисками гидра лески опять подымаются тесно мы подымаемся тараканами убиваем здесь все и как игру под прямой бой мы прям и не входим ну вообще по итогу можно конечно у нас уже прям больше у нас экономика все сильнее можно уже прям просто залетать и уничтожать все это gg конечно 44 так было во вторник чик 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 и очередное заводы у нас в этой серии и соответственно поехали еще с одним зерном сажаться мы уже поднялись до плотины плотина серьезная лига для многих вполне это достижение это нормально на самом деле то есть если вы очень много играете и разобрались в игре вы скорее всего плотину особо за соперников считать не будете вот тем не менее платина это уже бы очень близко к 50 процентов игроков поэтому все процентов игроков то не так и плохо вполне нормально вот если вы хотите что оптимизировать можно с минерала они с роли point а чуть раньше рабочего снимать у тогда сюда примеряет чуть чуть раньше и соответственно вот уже на буквально пару секунд быстрее ставят хэтчери играете это большую роль нет если вы собираетесь из-за мэйла идти куда-то выше там уже оптимизация это неплохо на самом деле но из мастер-лиги на дом до мастер-лиги можно доходить спокойно вот не оптимизируя 2 секунды тайминга хэчери пулай всяких подобных вещей ну вот главное понимать эти основы кто впереди по экономике и какие решения надо естественно принимать и здесь я вам для этого их и комментирую соответственно то есть расскажу что я смотрю что я вижу почему я делаю теле иные приколы почему мои реакции идут и они все идут не того что какой-то юнитом построился вы слышите мы особо ни разу это не произносили на в основном это идет именно так наша экономика хуже защищаемся так наша экономика лучше поехали атаковать соответственно два линга для королевы скорость лингов мы видим что здесь мы долетаем позже карта длиннее по крипу да мы видим так куда он дотянулся до куда нашли тянулся принципе что наши хэчери примерно поровну повисли и мы можем спокойно сидеть естественно дальше обороняться вот 30 оверлорд поехали ставить третью базу сделаем две инъекции возможно нам понадобятся юниты бейлинг мест 4 линга мы потеряли первую атаку естественно мы не пойдем час атаковать их посмотрим сколько он еще строит видим что нет королевы вас нету королевы значит у него меньше рабочих естественного что-то с билдом все таки не так мы можем отступить и мы можем не делать бейлинга к примеру а сделать такую оборонку то есть если вам не нравится играть микро как первой игре заказывайте еще королев и выстраиваем бейлингов вот тут вот вот в чем суть суть если сейчас на нас побегут собаки мы принципе можем заказаться собаками и в принципе можем поиграть если нам очень прям припрет какую-нибудь ерунду ну микроконтролерную да вот во всех же противных случаях мы заказываем в начинаем делать инъекции делаем два газа если нгами будем сражаться бейлингами вот это очень эффективно вот и один такой удачный размен тесно все решает сразу же здесь я возможно не до контроль уже не нормально все все под контролем вот и мы тем временем уже вышли таракашей они долговато строится вот мы тараканами мы можем контратаковать конечно же самое главное что мы сохранили рабочих не превращаться в хетчери в принципе атаковать нам не понадобится на сути собираются тоже открывать закажем немножечко лингов вот мы тараканы эффективнее эффективнее против лингов плюс их можно превращать в таких чуваков если во время боя соперник не переконтролит мы принципе отбились вот теперь стоит проверить а у него что по третьей базе есть там база или нет база имеется рабочих не имеется соответственно база абсолютно бестолковая можем добавить газа могу добывалось отступить немножко люди в нашу сторону бегут вот наша пара пара наших бейлингов буквально совсем разбирается вот и тут начинается наша вот эта чехарда да то есть он сам хочет с нами играть в эту игру не поиграем получается на больше газа не хватает вот значит таракан и у него до сих пор не таракан и по двум овером зацепил вот и мы его на его части на его территории заставляем заказываться линдами и размениваться соответственно то есть это самое лучшее что может происходить то что теперь после этого размена ему нужно еще построить юнитов что подбиться от вот этой атаки нам же ничего строить не надо шепот не отбиваться естественно вот мы строим следующих видов для следующей атаки убиваем ухать через спокойно делаем немножко ревейджеров кроме будем стреляться по оверлордам хватит добавим газика и база построилась это смелая наверное заявление с его стороны вот скорее все этот размер мы проиграем мы уже выходим во вторые грейды когда у него только первые и начинаем заказываться жестко заказываться за счет этого пока он доходит до нас сейчас там нашу сторону идет там что-то предпринимает у нас строится 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 с намного более лучшей экономики вот ведь даже платья не все вот эти принципы работают крик немножко протянуть вот сама понять откуда он будет нападать управляем немножко юнитов по сторонам нападает он отсюда на нашу четвертую базу становимся чуть шире еще чуть шире сражаемся с плюс апгрейдами то соберем мы сильнее и чем широко стоим то есть вот если не на равных то но мы прям сильнее сильнее должны быть вот из нас прям много-много мы сильнее мы идем побеждаем и все не понимаю но мы почему-то проигрываем это очень очень странно я бы сказал все убили нам эту базу прям я я не понял почему наши юниты проиграли если честно по моим ощущениям нас было больше ну для этого и тренируется собственно матчапы и прочие штуки и у нас идет другую сторону чехар да то есть очень важно во время замеса вот это быстро понимать и ну я понимал что мы должны победить но наши юниты проиграли вот мы можем когда у нас следующая ветка закончилась развитие здесь проиграли за место очень плохой замес можно переходить в гидру как раз а ему мы это сделать не дадим спокойно станем широко у него на главной базе и устроим размен тем временем сами настроим гидры с апгрейдами на каждой базе сейчас оставим юнитов мы здесь уже все по производитель сонки мы втащили и все так в итоге такое звезда чехарда под тотальная и правильное принятие решения но помогает мне непонятно почему как мы проиграли в той ситуации ну я уже немножко начинаю она видеть свой час по рабочим рабочим нас больше значит мы впереди мы до сих пор впереди и по лимитам впереди будет считаться очень интересно сейчас я разберем естественно здесь мы выиграли нас уже 108 на 70 лимита и этот бой мы опять выиграли разменялись в скорее минус мы забрали мне все базы он сидит с 2 баз он идет контратаку рабочих 30 на наших 70 нас добыча сумасшедшая его армия 67 на наши 60 наши 60 были в заказе наверное чуть-чуть и чуть-чуть они добегали чуть-чуть не добежали здесь на все таки было меньше то есть позиция у нас было лучше но нас было меньше вот этот все таки неправильная была оценка и поэтому мы проиграли этот бой под конец смею на сцену больше за счет экономики и все вот так вот да поэтому если вы проигрываете серебре это опять же из то что у вас скорее всего мало рабочих очень смотреть сколько рабочих на вот мы сейчас играем уже кембур не в серебре это платина и даже в платине рабочих недостаточно еще ребят очень недостаточно вот соответственно он сколько на 100 серия длится уже 40 минут супер значит эта серия у нас заканчивается смотрите следующие серии ребята подписывайтесь на канал и все такое